Жители китайского мегаполиса Шанхай получили возможность ненадолго стать объектами фотографического искусства. Для этого всё, что им надо было сделать – это снять самого себя на фотоаппарат. После этого весь материал попадал в руки к французскому фотографу и художнику Джей Ару, который и выворачивал наизнанку обычную жизнь финансовой столицы КНР. Его проект так и называется «Изнутри наружу». Охарактеризовать одним словом такое искусство крайне сложно – это и перформанс, и публичная инсталляция, и уличная живопись. И желающих поучаствовать оказалось немало. Жители Шанхая выстроились в очередь, чтобы сделать селфи в историческом районе Синтьянди, заполненном магазинами и ресторанами. Мобильный фотоавтомат установили в грузовой машине. Другой аппарат в считанные минуты печатал фотографии в большом разрешении. После этого можно было смело помещать свое фото куда заблагорассудиться. «Я решил создать новый проект изнутри наружу два года назад. До этого я многие годы сам фотографировал и клеил фото. Но потом я понял, что в этот процесс можно вовлекать людей. На самом деле они сами могут все делать. Так что проект очень простой. Вы просто делаете свое фото в мобильном аппарате в грузовике. На нем нет брендов или спонсоров. И потом вы решаете, куда его поместить. Фото чёрно-белые. И этот проект доступен всем людям в мире». После своего образования в 2011 году эта уличная акция уже прошла в 80 странах по всему миру. В Шанхае она будет продолжаться до 29 мая. «То, что люди хотят сказать при помощи этого проекта, зависит от них. Я никогда не вкладывал в это какой-то посыл. Я даю людям при помощи своего фото выразить какую-то мысль. В этом и заключается цель искусства изнутри наружу. Вы берёте то, что внутри, и достаёте это наружу». И похоже, жители мегаполиса уловили мысль автора. «Думаю, то, что он делает, очень интересно. Вы можете видеть, что каждый выражает себя по-разному и рассказывает свою историю. Так много фотографий. Можно сказать, что они представляют Шанхай». Джей Ар начал увлекаться уличной живописью, ещё будучи подростком. Сейчас ему 31, и он характеризует своё искусство как фото-граффити.